Они все умные люди. Как человек, лидер группировки, может быть не умный? Как он не может быть психологом? Он человек, который внушает определенный страх по подчинению тех беспредельщиков, которых мало в голове мыслей, которые готовы идти и стрелять там кого угодно. Они его боятся. Этот человек, лидер группировки, всегда умный и волевой, и хороший психолог. Поверьте мне, я с ними работал, я их знаю. Иначе бы они не были бы лидером группировки. Математик, математик, ботаник, он не может быть лидером группировки. Его люди не будут уважать. Поэтому слово авторитет, это что такое? Это в криминальном мире уважение, которое его уважают. Я скажу более, я иногда встречал воров в законе, я не буду называть их сейчас, которые на меня бросали, да, живо еще, которые на меня бросали взгляд, от которых мне было страшно. Вот этот взгляд вот так проходил мимо него. Хотя у меня тоже был пелен вор в законе, они там друг друга знали прекрасно. Но взгляд такой проникновенный бросал на меня, и мне было страшно. А еще у меня был такой эпизод, я его не забуду никогда. Это где-то середина 90-х годов. У меня был, значит, один клиент. Он сидел в средственном изоляторе, и я вышел из средственного изолятора с ним, отработал, побеседовал. И мне нужно было срочно передать, ну, скажем, его товарищам, его пожелания. И я, значит, созвонился, и эти люди говорят, ну, давай приезжай там туда. Потом мне сначала приезжает другое место, а потом, знаешь, приезжай на одну баржу. И вот около центра международной торговли стоял такой проход, оборудованный под ресторан. И я приехал туда, смотрю, там куча иномарок, там джипы, мерседесы, BMW дорогие, охрана стоя там с рациями такие, ядно, бандиты все. Ну, я вхожу, меня там сразу ребята встречают, я прохожу, вхожу в ресторан. В ресторане написано «санитарный час», «санитарный час». И за столом сидят люди, человек 20, и там сидело вот так называемое криминальное политбюро в России. Воры в законе, крупнейшие авторитеты, в том числе и «Сильвестр», там другие люди сидели. И на меня такой сразу бросили взгляд, потому что я, естественно, кто такой я? Никто, адвокат. И эти люди сказали, говорит, он наш, говорит. Мне садились к краю, там как бы я передал пожелания этого клиента и так спокойно вышел. Но взгляд, который на меня бросили эти люди, он вот прошел вот от головы до носа, до пяток. Очень было неприятно и как-то было вот не по себе.